Сегодня Данила взял в руки гитару, только для нашей съемочной группы. А раньше это было одним из его любимых занятий. Но уже два года он не играет, нет времени. Дни напролет мальчик проходит обследование и лечение. У него стали ночные боли в ноге быть, и он хромать начал. Потом мы обратили внимание, что она подпухать начала нога. Мы обратились к ортопеду, ортопед направил обследовать рентген, компьютерную томограмму. И после компьютерной томограммы выявилось наше заболевание. У Даниила остеосаркома бедренной кости. Проще говоря, это опухоль длинных костей ног. Полтора года мальчик проходил лечение в Кишиневе и Москве. При очередном осмотре врачи обнаружили рецидив – метастазы в легких. Теперь 13-летнему жителю Тирасполя нужны две операции и химиотерапия в московском онкоцентре. Все по специальной квоте. Нами была проделана совместная работа с Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Приднестровья в скорейшем получении квоты. А также проделана работа с депутатами Государственной Думы Российской Федерации. На реабилитацию Данилы после операции и химиотерапии необходимо еще 25 тысяч долларов. Эти затраты квотой не предусмотрены. Я хочу обратиться ко всем гражданам нашего государства. Пожертвовать всего один доллар для того, чтобы спасти жизнь маленького ребенка. Любимая книга Данилы – Гарри Поттер. В ней много волшебства и магии, говорит мальчик. И сам верит в чудеса. У него даже есть самая настоящая волшебная палочка. Чудо случается с каждым. И поэтому каждый раз, когда случается чудо, помогает каждому человеку. У каждого приднестровца есть возможность помочь Даниле не потерять веру в чудо. Для этого нужно перечислить средства на указанный на экране счет. Деньги можно перевести и по номеру карты «Радуга». Татьяна Лилица, Дмитрий Дьяков и Егор Бекерский. Первый республиканский.